Беседа 13. Внутренний уклад семьи. Поскольку крепость народов — крепости семьи, а семья в России практически уничтожается. Любовь к чему-либо, к родине, ко всему миру, к случайному человеку — все это начинается с любви в семье, поскольку семья — это единственное место, где человек проходит школу любви. Современный же уклад жизни никак не способствует укреплению семьи, а напротив разрушает ее. Отмечу несколько сторон в вопросе внутреннего уклада современной семьи. Первое — это статус семьи. Начну с того, что сама семья должна иметь очень высокий статус прежде всего для самого человека. Если семья не занимает одно из важнейших мест в жизни человека, то ему никогда не удастся создать крепкую семью. В советское время очень часто применялся лозунг «общественные интересы выше личных». Эта совершенно ложная установка путала всю иерархию ценностей в советском человеке. Семьи в этой иерархии вообще нет. Есть какие-то абстрактные общественные интересы, есть личные, а семейные интересы к каким относятся? К общественным или личным? Тут начиналась путаница. В зависимости от ситуации семейные интересы относились то к общественным, то к личным. Но все же чаще семейные проблемы объявлялись личными, то есть менее важными, чем общественные, поскольку для строительства коммунизма нужны были надежные люди, не связанные никакими личными интересами. Человек, привязанный к семье, как, впрочем, и к земле, был ненадежен для коммунизма. Поэтому эпоха строительства коммунизма или социализма сильно подточила все семейные устои русского человека. А после перестройки уже сильно ослабленная семья и вовсе дошла до состояния полного упадка. Хотя идеал крепкой семьи еще жив в нашем народе, но живой опыт того, как создается такая семья, во многом нами потерян. У православного современного семьянина семья занимает вполне ясное и четкое место в иерархии ценностей. Система этих ценностей такова – Бог, семья, общественное служение или служение людям и, наконец, личные интересы. Семья стоит на втором месте после Бога, намного выше общественного служения, а тем более личных интересов. Что означает такая система ценностей? Если муж толкает жену на аборт, то есть на убийство, то послушание Богу выше, чем послушание мужу. В данном случае, если муж настаивает на аборте, супруга может даже пойти на развод. Разрушение семьи в данном случае – меньшая беда, чем нарушение заповеди «не убей». Или другой подобный пример. Если человек, чтобы спасти от заслуженного наказания сына, хочет пойти на должностное преступление, то лучше остановиться, ибо соблюдение заповедей Божьих выше заботы о ближнем. Но вот другой пример. Муж категорически протестует против посещения женою храма. Как лучше поступить жене? Может ли она также пойти на развод, как в случае с абортом? В данном случае, наверное, все же разводиться нельзя. Если в данном случае муж не толкает жену на нарушение заповедей и не заставляет ее отречься от Бога, то жене лучше уступить и не ходить в храм некоторое время. Посещение храма в данном случае нужно отнести к личным интересам жены. Поэтому лучше сохранить семью, не посещая храм, но при этом оставаясь верной Богу в своем сердце. В данном случае семья важнее. Если семейные интересы вынуждают мужа или жену уйти с важной должности, и от этого, может быть, даже пострадает предприятие, нужно уходить, не сомневаясь, так как семья важнее. Еще раз повторю, семья выше всего, кроме Бога. К сожалению, такое отношение к семье встретишь нынче крайне редко. Семейный опыт передается от родителей к детям, поэтому несколько замечаний сделаю относительно воспитания детей. Давайте посмотрим, а где же, в какой среде воспитываются наши дети. Нормальной средой для воспитания является семья. Но где воспитываются современные дети? Разве в семьях? С раннего возраста ребенка отдают в детский сад, потом в школу. В детском саду ребенок проводит около восьми часов в день. С родителями он общается примерно столько же. Детский садовский возраст — наиболее важное формирование личности. А половину всего времени ребенок проводит в среде, совершенно не похожей на семейную домашнюю обстановку. Чем отличается обстановка семьи от детского сада? Во-первых, в семье есть четкая иерархическая структура. Есть взрослые. Есть старшие братья и сестры. Есть младшие. Ребенок имеет определенное место в этой иерархии. Во-вторых, дома все окружающие люди — близкие родственники, с которыми ты связан на всю жизнь. В детском саду все не так. Ребенок находится в коллективе сверстников. Иерархической структуры почти нет. Есть один воспитатель на всю группу. Поэтому большая часть всех коллизий в жизни ребенка происходит при общении со сверстниками. В коллективе сверстников все равны. Здесь нет старших и нет младших. Это совершенно неестественная обстановка. Неестественная хотя бы потому, что Господь не дал женщине способности за один раз рожать сразу 15-20 детишек, которые были бы равны в семье. Все воспитание в семье построено на том, что младшим прививается послушание старшим, а старшие приучаются заботиться о младших. Ребенок, пройдя такую двойную школу, школу послушания и школу заботы, вырастает нормальным человеком, послушным и заботливым. В детском саду ребенок проходит совсем другую школу — школу равноправия. Все дети имеют равные права и обязанности. Дети учатся сосуществовать без конфликтов, не драться, не ссориться, не больше. Но это все есть и в семье. Но в детском саду нет духа послушания и заботы, которыми проникнута семейная обстановка. Если бы мы готовили ребенка к тому, что он никогда не будет создавать семьи, всю жизнь будет жить в общежитиях, никогда не будет занимать начальственной должности и никогда не будет подчиненным, то тогда воспитание в детском саду вполне приемлемо. Но если же мы хотим вырастить будущего семьянина, то детский сад крайне вреден. Если мы хотим вырастить настоящего гражданина, то крайне желательно воспитание именно в семье. Все общество устроено иерархично. Есть начальство, есть подчиненные, у каждого свои права и свои обязанности, и у каждого своя ответственность. Ребенок именно в семье впитывает правильное отношение к старшим и младшим. И то, что он встречает во взрослой жизни, уже было им освоено еще в детстве. В детском саду все люди временные. Воспитатели чередуются по определенному графику. Сами дети тоже не привязаны друг к другу ничем, кроме детской дружбы. Сегодня дружим, завтра поссоримся. Дети не отвечают друг за друга. В семье же дети не могут долго жить в ссоре, особенно если они маленькие. Этого просто не позволят родители, которые всеми силами помирят детей. Брат и сестра остаются близкими на всю жизнь, и родители с раннего детства приучают их, что ссора — это ужасное и совершенно недопустимое в их жизни событие. В детском саду конфликты могут иметь совершенно другой исход, долгая злобленность друг на друга, можно разойтись с бывшим другом, можно даже перевестись в другую группу или даже другой детский сад. А теперь поговорим о правильной иерархии семьи. Семья иерархична, и это очень важно, но для воспитания требуется правильная иерархия — отец, мать, дедушка и бабушка, старшие братья и сестры, я сам и младшие. У каждого члена семьи должно быть свое место в этой иерархии. Кстати, в приведенной схеме дедушка и бабушка стоят на втором месте после родителей. Я несколько раз слышал рассказы пожилых людей о том, как в старых семьях обязательно наступал момент, когда состарившийся глава семьи призывал своего сына и передавал ему свои обязанности. Эта правильная иерархия не должна нарушаться. Если жена становится на первое место, то это уродует семью. Об этом мы уже говорили в беседе о том, кто является главой семьи. Но есть еще одно частое искажение в устройстве современных семей. Оказывается, часто негласной главой семьи является ребенок. Попробую пояснить, что имеется в виду. Один православный психолог отмечает, что в советской педагогике в 50-х годах произошел переворот. Был объявлен всем нам известный девиз «Все лучшее детям». Мы настолько к нему привыкли, что не сомневаемся в его справедливости. Чтобы пояснить родителям, откуда идут их беды с детьми, этот психолог задавал родителям вопрос. «Кому в вашей семье достается лучший кусок?» «Конечно, ребенку», — следует ответ. А это и есть признак того, что в семье все отношения перевернуты. Начнем с того, что лучших кусков в семье не должно быть вообще. Первый и самый большой кусок должен доставаться отцу. Отмечу еще раз, не лучший, а первый и самый большой. Второй кусок и поменьше — матери. А далее всем остальным — дедушкам и бабушкам, и, наконец, деткам. Так всегда было в семьях с традиционным православным укладом. Я часто расспрашивал пожилых людей о том, как протекал обед в старых семьях. Каждый раз я слышал нечто подобное. На стол ставился чугунок с супом. Один на всех. Никаких лучших кусков все ели из одного чугунка. Первым начинал есть отец. До него никто не мог лезть своей ложкой за супом. Мясо никто в начале супа не брал. Наконец, когда уже вся жидкость будет выхлебана, отец стукнет один раз по чугунку, и это было сигналом к тому, что можно есть мясо. За столом никто не разговаривал, и до окончания обеда самовольно выходить из-за стола никто не мог. Такое положение в русских провинциальных семьях держалось до конца сороковых годов. Только с начала пятидесятых годов положение стало меняться в худшую сторону. Одна прихожанка рассказывала, что когда они семью впервые уехали из Москвы на все лето в деревню, то она для себя сделала много открытий. Однажды они вернулись с огорода домой с одной соседкой, местной жительницей. Она первым делом, как всегда, стала сразу готовить на стол детям, чтобы подкрепить их после работы. — Ты что делаешь-то? — с удивлением спрашивает соседка. — Как что? — Детей кормлю. — Ты мужика-то сначала накорми. — Вот дает. Только тогда эта прихожанка впервые задумалась, что в семье должен быть глава семьи, которого надо уважать, и что надо приучать детей уважать отца. Элементарные правила семейной жизни, которые знала обычная деревенская женщина, были откровением для горожанки, получившей высшее образование, многочитающей и считавшей себя вполне хорошей супругой. В приходе, где я делал первые свои шаги церковной жизни, да и во многих других приходах, я почти всегда видел одну картину. Во время причастия первыми подходили дети, потом взрослые, и мужчины, и женщины вперемешку. Я считал это вполне нормальным и правильным. Но, читая однажды древние церковные памятники, я встретил описание порядка, в каком подходили к причастию в древней церкви. Сначала причащались клирики, певцы и чтецы, потом миряне, мужчины, женщины и, только в конце, дети. Вначале я был удивлен. Как же так? Бедных детишек заставлять ждать. Позже удивление сменилось пониманием, что только так и должно быть. Кстати, совсем маленькие дети причащались, видимо, все же не в конце, а просто на руках своих отцов и матерей, вместе с ними приступая к причастию. А самостоятельные детки, которых не надо постоянно держать за ручку, шли действительно в конце. Так и должно быть, если мы хотим вырастить хороших детей, которые знают свое место в жизни. За что ребенок в семье получает самый лучший кусок? За то, что он маленький? Тогда берегитесь, родители. Ребенок очень легко усваивает, что он имеет некие привилегии просто за то, что он маленький. Вместо того, чтобы повзрослеть уже к шестнадцати-семнадцати годам, современные парни взрослеют только к двадцати пяти, а девушки, которые в прошлые века подчас венчались уже в четырнадцать лет, взрослеют только к двадцати годам. До семнадцати лет родители балуют свое дитятко, а потом удивляются, почему их сыночек не хочет зарабатывать себе на жизнь, а все продолжает требовать от родителей помощи, как нечто само собой разумеющееся. Причем физическое взросление наступает в том возрасте, когда ему и положено. Девушка физиологически уже способна стать матерью, парень физиологически способен стать отцом, но они к этому не готовы морально. У ребенка не должно быть никаких привилегий, никаких особых прав, которые возвышали бы его над родителями. Он должен знать свое место в семье. У ребенка должно быть четкие представления об иерархии в семье — отец, мать, дедушка и бабушка, старшие братья и сестры, я сам — младшие братья и сестры. Если в течение семнадцати лет ребенок постоянно впитывает, мне положен лучший кусок, потому что я маленький, мне можно не работать на огороде, потому что я маленький, я могу не помогать маме, потому что я маленький и еще не умею подметать, то такое отношение к окружающему миру у него останется до конца жизни. Конечно, надо учитывать возраст детей и не требовать от них того, что они еще не способны делать, но бесплатных привилегий быть не должно. Еще один важный вопрос — связь поколений. Вы, наверное, слышали историю о детях Маугли, которые выросли среди зверей. Таких случаев известно несколько, и самое главное, что этих детей практически не удавалось вернуть к человеческому образу жизни. Для воспитания человека требуется человеческая среда. В волчьей среде вырастет волк. Я бы добавил еще следующее. Для воспитания взрослого человека необходима среда взрослых людей. Нынешний ребенок погружен в детскую среду из своих сверстников, или просто в детскую среду, детский сад, школа, детский лагерь. Контакт детей со взрослыми крайне ограничен. Но после такого воспитания не надо удивляться инфантилизму детей, удивляться, почему они так медленно взрослеют. Они привыкли быть детьми. Когда ребенок воспитывается в семье, то от постоянного общения со взрослыми он впитывает взрослые отношения к жизни. Мы об этом уже немножко говорили. Для воспитания взрослого человека требуется крепкая связь поколений. Как только мы ослабим связь между поколениями, отдав ребенка в ясли или детский сад, то потеряется огромный опыт, накапливавшийся сотнями лет, а каждое новое поколение начнет заново изобретать велосипед. Весь же уклад современной семьи практически уничтожает связь поколений. Отец весь день проводит на работе, вдали от семьи. Это первый удар по семье. Какими дети видят своих родителей? Отец устал и пришел с работы, он ложится на диван и начинает читать газету. Что начинает делать мой старший сын, когда я прихожу домой усталый и сразу пытаюсь отдохнуть? Он ложится рядом на диван или на пол и начинает дуреть, другого слова я не нахожу. Так он подражает взрослым. Мне приходится заставлять себя вставать, начинать чем-то заниматься, чтобы сын совсем не привык к безделью. Ранее такого разрыва между поколениями не было. Девяносто процентов населения, например, были крестьянами. Отец работал или по дому, или недалеко от дома, и дети с самого раннего возраста участвовали во всех работах. Ребенок впитывал трудолюбие с самого раннего возраста. Трудиться начинали уже с четырех лет. Мальчишки часто помогали отцам в поле, девочки помогали матерям по дому. Недавно я видел в кинохронике кадры, снятые еще до революции, как пяти-шестилетний мальчишка один управляет лошадкой и баранит землю. Вспомним того же Некрасова, про мужичка с ноготок. Но не только в крестьянстве была крепкая связь поколений. Купцы имели свои лавки часто в своих же домах, и опять же дети с малолевства приучались помогать отцам вести хозяйство. Однажды в поезде дальнего следования я долго беседовал с одной женщиной-врачом, которая в ходе беседы заявила, «Хороший врач может вырасти только в третьем-четвертом поколении». Я преподаю в медицинском институте и прекрасно вижу, что в первом поколении хороший врач – это большая редкость. В качестве примера она привела своих знакомых, потомственных врачей. Там особая атмосфера, там ребенок уже с детства знает всю медицинскую терминологию, поскольку родители часто обсуждают свои проблемы. Ребенок уже в средних классах легко владеет всякими медицинскими справочниками и энциклопедиями. Уже в последнем классе школы он готовый фельдшер, хотя и не получал никакого медицинского образования. Но самое главное, что он уже впитал заботливое отношение к больным людям, которые перенял от своих родителей. Обращаю ваше внимание, только за три-четыре поколения может накопиться опыт. Например, благочестивые цари воспитывались в нескольких поколениях. Как правило, мудрым правителем становился тот, кто еще с детских лет был посвящен во все внутренние и внешние проблемы государства. Кто видел своего родителя, принимающего решения, видел, к чему приводят эти решения через много лет. Такой правитель, как правило, на порядок мудрее человека, пришедшего к власти по принципу «из грязи да в князи». И это еще потому, что ранее цари несли ответственность за свой народ и за все решения до конца своей жизни. Страна, меняющая правителей, подобна женщине, меняющей своих мужей, в то время как глава семьи, муж, должен быть один и на всю жизнь. Недаром венчание на царство даже внешне схоже с таинством венчания супругов. В обоих случаях ответственность принимается на всю жизнь. Сейчас большинство женщин работает. Если мать уходит на работу, оставляя свою семью, то это второй и самый большой удар по семье. На одном из семинаров по воспитанию детей одна представительница отдела по делам несовершеннолетних поделилась своим наблюдением. Пока в семье пьет только отец, то дети еще нормальные, и семью еще нельзя назвать неблагополучные. Но если запевает и мать, то тогда-то дети точно попадают в категорию трудных, а семья в категорию неблагополучных. Нечто подобное можно сказать обо всех семьях. Когда из семьи на работу ушел отец, это еще не самое страшное. Но если из семьи уходит мать, то семья разрушается окончательно. В течение всего дня папа на работе, мама на работе, дети в детском саду или в школе, а где семья? Можно ответить, вечером же все собираются, по выходным тоже все вместе. Но какая цель, как правило, у взрослых вечером или в выходные? Цель в большинстве случаев одна — отдохнуть. А дети часто и в это время сбегают погулять или посидеть у друзей. Каждое поколение растет само по себе. Почему сейчас у многих детей наблюдаются отклонения в психике? Потому что семья, которая была всегда крепким щитом, защитой для детской души, теперь разрушена. Вместо уютного дома — одно пепелище. Но как же передается опыт жизни от одного поколения другому? Этот опыт передается, как правило, через совместный труд. Отец работает с сыном, и тот впитывает всеми фибрами своей души отцовское отношение к жизни. Не беседа, не наставление, а только совместная деятельность. В воскресной школе в нашем храме мы столкнулись с одной проблемой. В воскресной школе в нашем храме мы столкнулись с этой проблемой. У нас, у взрослых, есть опыт церковной жизни. У детей, которые в большинстве своем пришли к нам из нецерковных семей, есть желание приобщиться к этому опыту. Но воцерковление детей идет очень тяжело. Ведь мы не родители, и не можем жить с ними. А эффективность занятий по закону Божию очень невелика. Ведь что такое час-два в неделю в жизни ребенка, когда он бегает со своими друзьями на улице по три-четыре часа ежедневно? Конечно, улица занимает в его жизни гораздо более важное место. Занятия по закону Божию нужны, но приносят существенную пользу только в том случае, если вся семья верующая. Дети воспитываются в церковном духе, и в помощь родителям проводятся занятия, чтобы дать детям систематические знания о Боге и церкви, что могут сделать не каждые родители. И оказывается, что единственным местом, где мы по-настоящему хоть как-то могли приобщить детей к опыту церковной жизни, был детский трудовой летний лагерь. Мы на две недели уезжали в одно из сел, разбивали недалеко от храма палаточный лагерь и жили максимально все, делая своими руками. Только здесь, когда мы были с детьми бок о бок, все двадцать четыре часа в сутки, когда они жили и трудились с нами, происходила настоящая притирка характеров и настоящая передача опыта жизни. Проблема отцов и детей, на мой взгляд, в таком масштабе окончательно проявилась только в XVIII-XIX веках, с тех пор, когда начали расстраиваться семейные устои в высших кругах общества. У меня перед глазами есть семьи, которые работают на земле. Дети в этих семьях первые помощники, и никаких обычных для нашей жизни конфликтов между отцами и детьми я там не видел. Один современный писатель очень верно пишет, что есть два образа жизни – городской и деревенский. В деревне дети родителям нужны, поскольку нужны помощники по хозяйству. Труд в деревне не такой квалифицированный, и взрослым могут хорошо помогать и дети, требуется только усердие, трудолюбие, терпеливость. Все эти свойства и воспитываются деревенским образом жизни. В городе все иначе, там индустриализация. А именно индустриализация особенно сильно разрушает семью, поскольку теперь требуется все более высококвалифицированный, узкоспециализированный труд. Если раньше можно было взять малолетнего сына на поле помогать пахать землю или косить траву, то теперь сыночка на атомную электростанцию не возьмешь, и у станка с числовым программным управлением рядом не поставишь. Высокая квалификация напрочь отметает возможность маленькому сыну стоять рядом с отцом, а дочери рядом с матерью. Высококвалифицированному специалисту, как правило, дети только помеха. Еще одна проблема — инфантилизм. Молодые люди взрослеют нынче очень медленно. Причины инфантилизма подростков в нашем укладе жизни и в обычных представлениях о детях. Раньше жизнь заставляла приучать детей к труду примерно с четырехлетнего возраста. С семилетнего возраста все дети начинали исповедоваться, то есть уже учились нести ответственность за каждый свой поступок. На ребенка с довольно раннего возраста смотрели, как на человека, готовящегося стать взрослым, и его к этому целенаправленно готовили. Действительно, на ребенка надо смотреть, как на маленького взрослого. Принцип же воспитания в наше время можно очень четко сформулировать словами одной современной песенки «Танцуй, пока молодой». Пока ребенок маленький, ему все дозволяется. Это приводит к тому, что даже двадцатилетнего дылду мамочки будут продолжать холить и лелеять. А чтобы заставлять ребенка трудиться в четыре-пять лет, почти немыслимо, он же еще маленький. А когда вдруг специалисты вспоминают о всеобщем отставании детей, то начинают искусственно развивать ребенка, придумываются различные развивающие программы, игры. Но все это признак того, что дети явно чего-то недополучают, даже в самых нормальных семьях. А недополучают дети элементарного общения со взрослыми, но не детского общения, а взрослого. Надо, чтобы не родители снисходили до уровня детей и начинали бегать, прыгать, скакать, строить башни и куличики. Надо, чтобы взрослые принимали своих детей в свою взрослую жизнь. Если ребенок будет включен в жизнь взрослых, он будет развит. Современный же ребенок включен в жизнь своих сверстников, а не взрослых. В одной школе в Талдоме в учительской висит очень хороший плакат со словами «Расскажи, и я забуду». «Покажи, и я запомню». «Сделай со мной, и я научусь». Мне кажется, что эти слова всем родителям нужно писать крупными буквами у себя в квартире. Действительно, если ребенок знает, что мать работает где-то на заводе и является передвиком производства, это еще не значит, что он вырастет трудолюбивым. Если он даже своими глазами видит, как мать постоянно трудится, моет посуду, убирается по дому, стирает белье, это хорошо, но это еще не значит, что он будет трудолюбивым. Нужно вместе с ребенком мыть посуду, убираться с ним по дому, приучать его к стирке, то есть приобщать его к своей взрослой жизни, тогда есть надежда, что он будет трудолюбивым. Ребенок может мыть посуду уже в три года, он радуется, что приобщается к жизни взрослых. Все дети постоянно подражают взрослым, только надо давать им возможность проявлять свое желание в настоящей работе. У нас есть знакомые, дети которых иногда приходят к нам в гости. Однажды мы дали этим детям в руки ножи, чтобы они почистили вместе с нами картошку, и предела детским восторгом не было. Они всегда хотели научиться так же ловко, как мама, чистить картошку. Но, по словам той же мамы, они еще слишком малы для этого труда, а тут им дали возможность поработать, как взрослые. Они стали специально чаще приходить к нам и просить чем-то помочь. Оказывается, родители не боятся отдавать своих детей на всякие развивающие кружки с трех-четырех лет. Отдать ребенку в три года неострый ножик, чтобы порезать грибы для супа, уже страшно. Все зависит от уклада семьи. Надо, чтобы родители были постоянно настроены на то, чтобы воспитать себе помощников. Современные мамы и папы восхищенно смеются и ликуют, видя, как их милая дочка танцует, подражая звездам поп-музыки, увиденном на телеэкране. Ясно, что в этом случае родители настроены на то, чтобы воспитать эстрадную певицу, а не помощницу себе. Дети очень хорошо чувствуют, что нравится родителям, и что надо сделать, чтобы угодить им. Мой дед взял бабушку в жены, когда ей было четырнадцать лет. Он вез ее далеко на юг, где присмотрел неплохой участок земли, когда служил в армии. В четырнадцать лет она была полноценной хозяйкой в доме. При правильном воспитании в этом возрасте девушки уже вполне способны самостоятельно вести все хозяйство и внутренне готовы к материнству. Кстати, и сейчас деревенские девушки в двенадцать-тринадцать лет уже замечательные хозяйки. Родителям маленькой девочки надо стремиться, чтобы воспитать девушку, которая в четырнадцать лет будет полностью самостоятельной хозяйкой. Как этого достигнуть? Мне кажется, что очень важно не упустить время. Каждому родителю нужны некоторые самые элементарные знания. Ведь в развитии ребенка есть определенные этапы, когда в нем формируются те или иные способности. Психологам они хорошо известны. К сожалению, даже самые элементарные знания по детской возрастной психологии в школе не преподают, хотя все эти знания будут крайне полезны практически для всех. Ведь родителями станет подавляющее большинство нынешних школьников. Например, если тренер ведет секцию баскетбола, то он обязан знать, что точность броска зависит от тонкой координации движений. Эта координация формируется в двенадцать-четырнадцать лет. Это значит, что если ребенок пришел в секцию уже в пятнадцать лет, то хорошего броска у него никогда не будет, поскольку время, когда формировались его мышцы, нервные окончания, которые отвечают за точность броска, уже упущено. Кстати, именно в этом возрасте начинается трудовое обучение в школах. Важно успеть на этом этапе, научить ребенка держать в руках молоток, пилу, отвертку. Хотя научиться работать ими ребенок должен был еще раньше, но именно в этом возрасте у него развивается способность к тонким, изящным работам. Именно в этом возрасте можно воспитать мастера своего дела, у которого все будет гореть в руках. Именно в этом возрасте, с двенадцати лет, отдают детей в художественную школу, потому что они становятся способными передавать изящным движением карандаша или кисти свой замысел. И эта способность связана не только с развитием мышц, но и с развитием душевных сил, с появлением способности осмыслить красоту, способности передать гармонию. Также есть в развитии ребенка и определенный этап, когда закладывается сама привычка к труду. Это примерно возраст в четыре-шесть лет. Именно в этом возрасте надо начинать приучать ребенка к труду. Конечно, надо учитывать и способность ребенка, он действительно еще не способен к длительному и усидчивому, кропотливому труду. Но ребенок уже должен знать, что такое труд. У него должны быть определенные обязанности по дому. Если упустить этот возраст, то потом приучать ребенка к труду будет практически бесполезно. Он, вероятно, и сможет сделать какую-нибудь вещь очень красивой, но саму работу не будет любить, и подобных красивых вещей делать не будет. В два с половиной или в три года ребенка, например, еще рано посылать в магазин за хлебом. Он просто еще не умеет управлять своими чувствами. Например, встретит по дороге кошку, и все, и побежит за ней, позабыв про какой-то там магазин. Если ребенку хочется дрыгать ногами в постели, то вы не сможете заставить его не дергать ножкой. Ему некуда девать свою энергию, и он не управляет собой, хоть вы даже начнете наказывать его ремнем или рукой по мягкому месту. Через минуту после наказания ножки начнут дрыгаться опять. Но после трех лет у ребенка появляется способность управлять своими желаниями. Перед ним возникнет желание побежать за кошкой, но он уже может пересилить одно свое желание и выполнить другое — дойти до магазина. У ребенка понемногу появляется ответственность за порученное дело. Эта новая способность должна развиваться. Поэтому уже с четырех лет надо приучать ребенка к каким-то его постоянным обязанностям по дому. Иначе время для того, чтобы привить ему трудолюбие, ответственность будет упущено. Когда ребенок подрастет, его можно и нужно приобщать к правильному планированию своей жизни. Однажды я слышал рассказ одной еще не пожилой женщины о том, как она учит свою внучку. Когда внучка долго упрашивает бабушку сделать какую-нибудь серьезную покупку, магнитофон или одежду, то бабушка поступает следующим образом. Она покупает вещь, но не просто, а берет ее в кредит. Когда через некоторое время у внучки возникает новое желание приобрести что-либо, то бабушка ей отвечает — подожди. Помнишь, мы купили с тобой магнитофон? Пока мы еще не расплатили за него. Сейчас мы откладываем денежку на то, чтобы расплатиться. А когда расплатимся с этой покупкой, тогда мы купим новую вещь. Так внучка с детства приучается планировать свои затраты и соизмерять свои желания и возможности. С детства эта внучка посвящена в жизни взрослых и участвует в ней, приобретая навыки принятия решений и ответственности за них. Еще одна проблема заключается в том, что современный человек не является хозяином на своей земле и в своем доме. Современная цивилизация создала свою систему хозяйствования. Главное направление современной промышленности — создание мощных крупных производств, где достигается наименьшая себестоимость товаров. Все это требует узкой специализации труда. Одни заводы готовят шпунтики, другие — винтики, третьи собирают шпунтики с винтиками в единый механизм. При такой системе хозяйствования все мы сами становимся винтиками огромного механизма. Индустриализация практически вытеснила натуральное хозяйство. Всеми это воспринимается как некое благое достижение цивилизации. Натуральное хозяйство, когда человек все делал своими руками и пахал, и косил, и дом рубил, кажется безвозвратно устаревшим. Но не во всем хорошо это достижение. Современный индустриальный уклад жизни разлагает общество изнутри и, более всего, разлагает семью. Мужчина должен быть главой семьи. Таковым он всегда и был ранее. Он был и главой семьи, и хозяином на своей земле, и в своем доме. Теперь человек стал наемником, а не хозяином. Вполне обычные такие рассуждения. Я пришел на завод, отработал от сих до сих и пошел домой, а ночью он хоть взорвись, я мало пострадаю. Жалко, конечно, что работу новую искать надо, а так, вообще говоря, ничего страшного, пережить можно. В случае бедствия государства и трудоустроить меня все равно куда-нибудь должно. Такая обстановка практически убивает ответственность в старшем поколении. Если убивает не сразу, то постепенно, хотя бы тем, что вовсе не помогает этой ответственности развиваться. Что значит быть ответственным? Если я сегодня не посею, то завтра мне и моим детям будет нечего есть. Если я не покормлю свою скотину, то через несколько дней она подохнет. То есть сама жизнь приучала к ответственности, к хозяйскому отношению, потому что человек был хозяином своего дела. В современном укладе жизни многое поменялось. О том, когда и сколько сеять, пусть думает агроном. О том, чтобы кормить скотину, пусть следит зоотехник. Мое дело маленькое. Мне сказали, я сделаю, а самому лезть на рожон — нет, увольте. Потери хозяйского отношения, то есть наемничества, уродуют средние поколения. И, естественно, передается младшему поколению. Мудрое, ответственное отношение к жизни воспитывается в течение нескольких поколений, а потеряться может очень легко и быстро. Личное хозяйство. Небольшое семейное предприятие — вот наиболее благоприятная атмосфера для воспитания утраченного ныне отношения к жизни. Конечно, натуральное хозяйство уже не вернешь. Но я призываю вас особенно-то не восхищаться достижениями цивилизации, а помнить, чем приходится платить за эти достижения. Если выбор обозначить очень ясно, что вам важнее — плоды цивилизации или крепкая семья, я однозначно выберу крепкую семью. И, наконец, важнейшая проблема — отсутствие идеологии. Все указанные ранние стороны имели место в советский период. После перестройки появились новые явления, еще более искажающие старый уклад жизни. Одной из самых важных черт современной жизни является отсутствие какой-либо государственной или хотя бы общепризнанной идеологии. Попытки преподавать христианское мировоззрение после долгого периода безбожия часто воспринимаются как попытки попов затащить в храмы побольше людей, чтобы набить себе карманы. Вернуться к коммунистической идеологии уже не представляется возможным после всего того, что рассказывается о зверствах большевиков. Но воспитание без идеологии практически немыслимо. Можно даже сказать, что идеология и есть система воспитания, как взрослых, так и детей. Идеология предполагает наличие идеалов, то есть героев, примеров из жизни, достойных подражания, норм морали, то есть что такое хорошо и что такое плохо, и, наконец, иерархии ценностей, например, общественные интересы выше личных. Идеология как система воспитания может быть и христианской, если государство начнет воспитывать подрастающее поколение на примере христианских мучеников и подвижников, возьмет заповеди Божии в качестве моральных норм и будет ориентироваться на христианскую иерархию ценностей, например, ищите прежде всего Царствие Божие, и остальное приложится вам. Душа ребенка требует примеров для подражания. Если вы не дадите их ребенку или не будете следить за тем, что предлагается ребенку в качестве идеала, то он будет подражать вовсе не тому, чему вы хотели. Ребенку нужно буквально окружать теми образами и примерами, которые вы считаете полезными. Русские сказки Добрые старые советские мультфильмы и фильмы — вот что может наполнить душу ребенка прекрасными, добрыми и мудрыми образами. Любой яркий образ оставляет в душе ребенка глубокий след. Если вы позволяете смотреть по телевизору все подряд, то до беды недалеко. Ребенок все впитывает. Особенно он запоминает поведение взрослых и подражает им. Если ребенок видит в рекламе по телевизору, как компания здоровых мужиков прыгает от радости, когда на них с неба падает ящик пива, то он запомнит, что при слове «пиво» надо прыгать и радоваться. Если ребенок видит по телевизору, как здоровые мужики таращат глаза на проходящую мимо мини-юбку и с видом знатоков перемигиваются, то он будет разглядывать ноги у своих одноклассниц в школе и перемигиваться со своими друзьями. Это будет нормой его поведения. Сейчас некоторые, а может быть даже большинство родителей, считают, что ребенок должен знать все стороны жизни. Пусть ребенок знает все, а то вырастет в тепличных условиях, выйдет в жизнь, встретится с правдой жизни и не выдержит свалившиеся на него испытания. Или другой человек спорил со мной и говорил так. Ну, запрещу я ему смотреть телевизор, а он придет к друзьям и будет там смотреть, открыв рот, то, что дома не разрешают. Лучше уж пусть дома все смотрят, зато мы будем знать, что с ним творится. А запретный плод, он всегда сладок. По поводу таких рассуждений можно отметить три момента. Во-первых, задача воспитания, конечно же, не в запретах. Как мне сказала Дина Ермонах, задача воспитания в том, чтобы развить у ребенка вкус и понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Чтобы ребенку самому неприятно было смотреть плохой фильм. Во-вторых, чтобы ребенок мог сам оценивать, ему надо сначала дать образец, от которого он будет все отсчитывать, с которым он будет сравнивать. Поэтому очень важно, чтобы в раннем детстве ребенок духовно питался только из чистых источников. Например, если такие шедевры советской мультипликации, как «Аленький цветочек», «Буратино», «Царевна лягушка», «Конек-горбунок», снятые в сороковых-шестидесятых годах, будут окружать ребенка, то современный мультфильм с драками и мордобоем ребенок явно оценят как плохой и сам не захочет его смотреть. В одной семье мы видели, как дети сразу зовут родителей, когда видят на экране что-то современно напористое, непривычное для них, они сразу чувствуют, что сейчас будет какая-то жестокость и просят родителей быстрее выключить телевизор. Я не боюсь, что мой ребенок при этом вырастет изнеженным созданием, выросшим в тепличных условиях. Все как раз наоборот. Лишь оберегая ребенка от фильмов, разрушающих его психику, можно вырастить его сильным. Когда мы сажаем дерево, то понимаем, что оно не сразу станет мощным и крепким. Пока оно маленькое, его можно легко раздавить, переломить, вырвать из земли или, наконец, искривить, чтобы оно росло криво. Но пройдет лет десять-пятнадцать, и его уже не переломишь. Так же и душа человеческая. Если душа всегда стремилась к небу, то человек будет жить честно и просто. А если душа человеческая еще в детстве была надломлена грехами, то след от этого тоже будет на всю жизнь. Так что если «закалять» душу и нервную систему ребенка видом крови и убийства, то на самом деле у него просто огрубеет сердце, и при виде настоящей боли она будет незамечена. И если вдруг родителям будет плохо, то сердце их любимого, закаленного чада будет молчать, и ни капли жалости или сострадания в этом сердце так и не найдется. Воспитание предполагает создание у человека определенной иерархии ценностей. Без этой иерархии невозможно оценивать ситуацию и принимать решения. Например, журналисту предлагают написать лживую статью за приличное вознаграждение. Если в его иерархии ценностей совесть на первом месте, он легко отказывается от предложения. Это нормальный, честный человек. Если у него на первом месте деньги, он легко соглашается. Это откровенный негодяй. А если у человека нет никаких принципов? Это будет совершенно беспринципный и потому очень опасный человек. Он в каком-то смысле хуже откровенного негодяя, так как не знаешь, чего от него ожидать. Один современный богослов говорил примерно так. Не давать ребенку никакой морали — это то же, что не учить человека языку. Есть родители, которые говорят, я не хочу делать за ребенка выбор, пусть он вырастет и сам выберет веру. Но тогда пусть эти родители будут последовательными и не выбирают языка для своего ребенка, пусть он вырастет и сам выберет, на каком ему языке говорить, на французском, английском или китайском. Нет-нет, что вы, а то он недоразвитым вырастет, как-то языку не учить, — возмутятся родители. А не давая ребенку никакой веры, мы растим его нравственно недоразвитым. В то время, когда в его душе должны формироваться нормы поведения и представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, родители решили промолчать об этом. Если в советское время идеологией занималась школа, то современная система образования занимается теперь только голой информацией, суммой знаний. Знание — сила, это глубоко ложный лозунг. Важен не только сам факт, но и его оценка. А чтобы что-то оценить, нужна шкала, точка отсчета. Количество знаний здесь ничем не поможет. Нужна система ценностей, что хорошо и что плохо. Постепенно происходит подмена ценностей. Профессионализм ценится выше, чем порядочность, доброта, честность. Новое поколение гонится за профессионализмом, но это страшно. Счастье человека на 90%, если не больше, зависит от его семьи, от того, как он сможет устроить свой дом, какая там будет обстановка. Современные родители занимаются подготовкой детей к будущей жизни тем, что устраивает его в престижный вуз. А не лучше ли воспитать скромного, трудолюбивого человека, который будет крепко стоять на ногах даже во время катаклизмов? Профессионализм не дает счастья. Многие люди, добившиеся замечательных успехов в работе, но не сохранившие из-за этого свою семью, в 40-45 лет вдруг встают перед довольно страшным вопросом, а зачем мне все это нужно? Кому от этого стало лучше? И мне хочется отметить еще одно следствие того, что мы не имеем никакой идеологии. Это присутствие целенаправленного развращения молодого поколения. О том, почему это страшно для каждого человека, мне кажется, уже много говорилось. Развращенный человек никогда не станет хорошим гражданином. Ребенок еще не умеет справляться с сильными впечатлениями и зарождающимися страстями. А сейчас, после перестройки, на ребенка с самого детства идет натиск со стороны целой индустрии развлечений и лакомств, а в более старшем возрасте и сексуальное развращение. Пока эта индустрия будет действовать, невозможно надеяться на воспитание хорошего поколения. Поэтому сделайте все, чтобы в нашей стране, в ваших детей, никто не мог развращать. И в заключение всех наших бесед хотелось бы сказать. Не думайте, что я один знаю все то, о чем вам рассказал. Опыт моей жизни слишком мал для того, чтобы сказанное вытекало из него. Я пытался вам рассказывать о том опыте, который накапливался веками. Этот опыт хранится Святой Церковью. Я рассказал лишь малую часть того, что знает Церковь. Сейчас я пришел к вам, чтобы поделиться этим опытом. Чтобы узнать больше, теперь уже вам придется прийти в храм. И я надеюсь на эту встречу с вами.